МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал АВИНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В ВИНОМ состоялась научно-практическая конференция хирургов. Участвуют достаточно интересные и знаменитые специалисты. Лучший подарок новому году, как в декабре, проходит выписка новорожденных в ВИНОВском перинатальном центре. Они приходят за новорожденным ребенком, а тут им в подарочек декабренка выносят сразу после родов. Это классно. Ученики Лопатинской школы заняли призовые места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по истории. Это не просто участие в олимпиадах, это то, что они сами себя развивают. В ВИНОМ прошла научно-практическая конференция хирургов. На мероприятии московские областные специалисты поделились опытом и познакомились с новейшим оборудованием. Подробнее встречи в нашем сюжете. Обсудить инновации в области хирургии собрались заслуженные врачи России, практикующие специалисты и руководители медицинских учреждений Москвы и области. Идея этой конференции зародилась несколько лет назад и оправдывает себя, судя по тому интересу, который проявляют практические врачи, потому что они обмениваются своими идеями, они получают новую информацию и заряд на следующую работу. Научно-практическая конференция проводится именно в Ленинском городском округе не случайно. Видновская клиническая больница активно сотрудничает с хирургическими кафедрами и учебными организациями. Участвуют достаточно интересные и знаменитые специалисты. Это специалисты ведущих институтов. Это и первый мед, и РУДН, и второй мед. Соответственно, это не только теоретики, это еще и практики. Это всегда ценно, когда мы действительно видим и получаем информацию от клиницистов, которые доводят до нас академизм с практической стороны. Перед собравшимися выступила заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. Для Ленинского городского округа очень важно и дорого мероприятие, вот эта конференция, где собираются, слетаются врачи, делятся и обмениваются опытом, потому что потом этот опыт спасет кому-то жизнь, кому-то качество жизни изменит. Будьте здоровы, дорогие доктора! Участники форума в своих выступлениях рассказали коллегам о новейших технологиях в области хирургии и применении инновационного оборудования. Свои доклады представили практикующие врачи Видновской клинической больницы. Среди них аспирантка кафедры госпитальной хирургии Кристина Дмитриева. Мы проводим научную работу, клинические испытания, изучаем плазму, обогащенную тромбоцитами, планируем применять ее в гернеологии. Поддерживал на конференции Кристину Дмитриеву ее преподаватель, профессор Олег Антонов. Видновская больница – это не только лечебное учреждение Московской области, но и крупная научно-техническая база, которая сотрудничает с ведущими университетами Москвы в области медицинских исследований научных. В муниципалитете конференция проводится уже в третий раз, что доказывает высокую оценку медицинских учреждений и профессионализм врачей округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Коммунальные службы ежедневно убирают снег по всему Ленинскому округу. Для этого задействован не только ручной труд, но и специальная техника – слово Юлии Стаферовой. Зима только началась, а коммунальные службы ежедневно работают в усиленном режиме, очищая от снега и наледи дороги и дворы округа. Начальник отдела Главного управления содержания территории Подмосковья лично контролирует уборку снега в ЖКХ «Зеленые аллеи». По поручению вице-губернатора Хромушина Евгения Акимовича, наша служба Главного управления содержания территории Московской области проводят проверку тех мест, которые, скажем так, попали в особый контроль. Особый контроль связан только с одним. В том году очень было много жалоб, нареканий в отдельно взятых микрорайонах по уборке и очистке дворовых территорий. Соответственно, в этом году для того, чтобы не допускать подобного вала обращений, мы берем на особый контроль. Для уборки снега используют специальную технику, которая значительно облегчает работу. На отдельных участках, где большие машины не могут проехать, рабочие чистят лопатами. Ну, где автомобили стоят, собственно, да, вручную дорабатывают между ними, под машинами, насколько это возможно. Местные жители отмечают, что благодаря уборке в течение дня снега во дворе становится меньше, что облегчает ситуацию как для автомобилистов, так и для пешеходов. Молодцы. Наконец-то начали чистить, да. Желательно, конечно, сразу после снегопада, чтобы это было. Потому что я хожу до электрички, тут было не пройти, например, ранним утром. Ну, как только снег прошел. Коммунальные службы Ленинского городского округа будут держать ситуацию под контролем. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Студенты Московского колледжа узнали о методах консервации печатной продукции. Лекцию и практическое занятие провели сотрудники Музея-заповедника Горки-Ленинские. Ученый-секретарь Борис Власов и сотрудник научно-специальной библиотеки Ирина Бобарь провели лекционно-практическое занятие для студентов колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга Москвы. Урок прошел на ВДНК в павильоне «Наша культура» в рамках международной выставки форума «Россия». Вступительную речь произнес заместитель директора Музея-заповедника по общим вопросам Михаил Колков. Да будет каждый студент-реставратор архитектом своей собственной креативной жизни. Ребятам объяснили, как сохранить на длительный срок печатное издание. Каждому дали возможность провести исследование книги, которая нуждается в реставрации. Кроме того, рассказали о музее-заповеднике Горки-Ленинские студенты колледжа. С удовольствием и интересом попробовали себя в роли реставраторов, а также пообещали приехать в музей. Малышей, которых выписывают из Видновского перинатального центра в декабре, врачи ласково называют декабрятами. А сам процесс выписки имеет определенные нюансы. Какие, узнал наш корреспондент Максим Козлов. Счастья и радости не бывает много. Об этом лучше всего знают сотрудники Видновского перинатального центра. Начиная с 1 декабря всем новорожденным детишкам здесь надевают колпачки и кладут их в носочек. На сегодняшний день мы упаковали уже больше 10 декабрят, маленьких подарочков для мам. Настроение, конечно, повышается. У самой тоже праздничное, чувствуется приближение Нового года. Во многих странах существует традиция складывать подарки в носочки, которые традиционно развешивают на каминах или у елок. Идея таким образом еще раз подчеркнуть ценность новорожденного подарка принадлежит директору перинатального центра Татьяне Белоусовой. А называют таких детишек декабрятами. Они приходят за новорожденным ребенком, а тут им в подарочек декабрянка выносят сразу после родов. Ну это классно, это красиво, это празднично. Мы на самом деле наряжали с середины декабря до середины января, а сейчас вот уже в ночь на 1 декабря стали наряжать декабрят. И, наверное, до середины января будем новогодние праздники продлевать. 1 декабря первой в очереди на выписку оказались Алевтина Турукина с мамой Татьяной. Встречают их папа с двумя сыновьями. И для них, и для мамы праздничная одежда ребенка оказалась сюрпризом. Очень приятно, и действительно такой снег еще за окном сегодня. И ощущение сказки сразу появилось, помимо самого праздника выписки. То есть вы нам сейчас подарили какое-то новогоднее настроение. Татьяна и Игорь давно мечтали о дочери. И, как оказалось, в последние дни в семье Турукиных исполнилось не одна мечта, а сразу несколько. И в прямом, и в переносном смысле. Они сейчас на пороге новой жизни. Когда мы познакомились только с Татьяной много лет назад, 10 лет назад, я говорил еще 10 лет назад, что у нас будет дочка, давай ее назовем Аля. У нас был один мальчик, второй мальчик, теперь все-таки третья дочка, мы назвали Аля. Алевтина. У нас еще и новоселье случилось тоже. Мы переехали в такой дом мечты. Поэтому, конечно, у нас все сложилось. Сложилось мы лучшим образом. И у нас гости, и родственники. Сегодня всех ждем. Недавно в Винновском перинатальном центре отметили рождение пятитысячного ребенка. Медики планируют, что до конца года число рожденных превысит отметку в 6 тысяч детей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Ученики Лопатинской школы заняли призовые места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории. Их секрет успеха узнала Инга Инчук. Получение новых знаний, развитие соревновательного духа, а также высокие баллы, которые позволят создать портфолио для поступления в университеты, это только краткий перечень преимуществ проведения школьных олимпиад. Это не просто участие в олимпиадах, это то, что они сами себя развивают. И это сделано в будущее для того, чтобы они могли на бюджетной основе поступить именно в хорошее высшее учебное заведение, куда они хотят. Для победы в олимпиаде важную роль играют знания и поддержка со стороны. Учитель – это человек, который дает и то, и другое. Одна из наставников ребят Елена Красавина с нескрываемым интересом наблюдает за развитием своих учеников. Среди этих ребят немало тех, кто участвует не только в олимпиаде по истории. Это действительно лучшие, сильнейшие дети нашей школы, которые интересуются самыми разными отраслями научной деятельности, самыми разными науками. И мне очень интересно посмотреть, что же они выберут, когда будут заканчивать школу. А планы у школьников самые разные. Гибкий ум позволяет мыслить нелинейно и выбирать свою профессию из широкого спектра. Так кем же ученики хотят стать в будущем? Я хочу поступить на факультет международных отношений. В будущем я планирую стать учителем, потому что я считаю, что принадлежить знания детям – это самое лучшее в жизни. Юные знатоки истории России поразмышляли, кто из правителей нашей страны сделал наибольший вклад в ее развитие. Петр Первый многое сделал для страны. Также Екатерина Великого правила достаточно долгое. И их преобразование, на мой взгляд, наиболее важное в истории России. Больше всего, как правителя, люблю Петра Первого, поскольку он добился наибольших успехов в своем правлении, как бы это очевидно ни звучало, и связал нашу страну с Западом, с Европой. Я бы выделила нашего сегодняшнего, так скажем, президента Владимира Владимировича Путина, потому что он очень много делает для нашей страны. Ребята благодарны учителям за их вклад и помощь по предмету. Победа в Олимпиаде – это общее достижение, которое в будущем приведет к еще большим высотам. В основном нас готовила Светлана Михайловна, это учитель истории общества, знания. В принципе, вот эти все заслуги – это все благодаря ей. У меня ведет историю уже третий год красавина Елена Алексеевна, поэтому она достаточно хорошо объясняет, готовит на уроках, и особой подготовки не требуется. Подрастающее поколение цепляется за знания и за возможность их получить. А это явные показатели прогрессивного школьного образования и качественной работы преподавательского состава. Олимпиады, они развивают в целом общий кругозор. Это интересно писать. Даже при подготовке ты узнаешь что-то новое, ты развиваешься. Призеры уже готовятся к следующей Олимпиаде, а мы желаем им высоких показателей и заслуженных побед. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. А теперь рубрика афиши выходного дня, и мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящие субботу и воскресенье. В Ленинском округе стартовал зимний сезон. В парках и на площадках муниципалитета выходные пройдут развлекательные мероприятия для детей в рамках областной акции «Зажги елку». В субботу, 2 декабря, в библиотеке села Молокова состоится мастер-класс по методу нейрографики «Шаманский дождь». Вы погрузитесь в процесс рисования и получите новые эмоции. Начало в 11 часов. Стоимость – 1000 рублей. Историко-культурный центр приглашает на концерт «День добрых сердец». Он приурочит «Дню инвалида». Выступают Рустам Каблахов, Дарья Уляшина и Александра Головина. Мероприятие пройдет 2 декабря в 13.00. Вход платный. Также в субботу в библиотеке поселка Новодрожжино пройдет встреча с обсуждением на тему обычаев и традиций русского народа. Начало в 14.00. А в воскресенье во Дворце спорта «Видное» пройдут соревнования под зведу. Открытое первенство Ленинского городского округа. Начало в 11 часов. Приглашаем всех желающих. Желаем вам хороших и приятных выходных. На этом наш выпуск завершается. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова